Привет! Как дела? Наступил декабрь, а это значит, что пришла пора кататься на коньках. Где находятся самые лучшие катки в Лондоне? Сегодня об этом рассказ. В Лондоне существует несколько главных катков в зимний период времени. Это каток в районе Лондон-Ай, то есть лондонского колесо обозрения. Это каток на рождественской ярмарке Winter Wonderland. Один из катков находится в районе трех музеев в Сасс-Кенсингтон. Мой любимый каток находится в районе Соммерсет-Хауса. Ну и еще существует каток в финансовом районе Кеннери-Ворф. Также существуют другие катки, которые находятся в локальных районах. Ну а также в зимний сезон в больших торговых центрах типа Вестфилд часто возникают крытые катки. Также на выставке Ideal Home Show, то есть идеальный дом на Рождество, который обычно проходит в выставочном центре Кенсингтон-Олимпии, оформляют крытый каток, где можно покататься на коньках. Если кто не помнит, что я рассказала про эту выставку, смотрите в этом ролике. Ну а сегодня я расскажу о своем опыте, где мне удалось покататься на коньках и какие у меня были связаны с этим истории. Все началось задолго до того, как я стала жить в Лондоне. В 2005 году я впервые приехала в Лондон и в принципе практически каждые полгода до 2011, пока я туда не переехала, я ездила к брату, чтобы посмотреть, походить, погулять по Лондону и насладиться моим любимым городом. Ну и помимо этого в зимний период времени я привозила свои коньки, вот эти вот розовенькие, чтобы покататься на лондонских катках. Почему я привозила свои фигурные коньки? Потому что на всех лондонских катках выдаются обычные такие универсальные, ну я бы сказала мужские хоккейные коньки, которыми я не привыкла тормозить и на которых я не умею кататься. Мне удалось покататься только на двух катках в Лондоне, но я уверена, что и остальные катки тоже интересное времяпрепровождение в зимний период времени в Лондоне. Итак, начну с первого катка, на который я попала, по-моему, еще в 2007 году. Это был Somerset House, это мой любимый каток. Я уже говорила, он всегда оформлен в таких нежно-бирюзовых тонах, потому что он спонсируется компанией Tiffany. Но лучшие друзья девушек это бриллианты, поэтому каток от Tiffany, наверное, считается самым красивым. Там еще обычно стоит большая праздничная елка новогодняя, точнее рождественская. В какой-то год она была украшена такими же фигурными коньками, только бирюзового цвета. Но там все так стильно и аккуратно украшено вот в стиле Tiffany. Не знаю, как в этом году, кто будет спонсировать, но, пожалуй, посмотрим. И обычно, когда ты покупаешь билет, ты оплачиваешь только каток. И плюсом к этому, если тебе нужны коньки, ты оплачиваешь коньки. Сейчас, по-моему, цена стала за все вместе, за каток и за коньки, поэтому везти свои коньки уже не стоит. Кстати, мне интересно, как таможенники смотрели на то, что я везу вот эту вот пару обуви в своем чемодане. Не знаю, что они подумали, скажут, что у нас тут коньков нету, что ли. Но было интересно, так возила туда-сюда на себе свои коньки. Конечно же, все абсолютно восхищались моими коньками, потому что они розовые, потому что они не как у всех. И особенно маленькие чернокожие девочки, которые никогда в жизни не видели коньки и не умели кататься, все прямо прилипли ко мне. И я там с ними, не зная английского, что-то общалась, как-то показывала, что надо вот так ездить, надо вот так ходить, вот так тормозить. Чего-то им объясняла своим русским языком. Вот как это было, смотрите. Музыка Привет! Сказал классные коньки, где, откуда они? Я говорю, из Российской Федерации. На видео, да? Ну все, я пошла. Итак, мы находимся в Лондоне, на карке Саммерсет Хаус. Пока я буду кататься, мама с ними сзади. Ну, в общем, с Новым годом 2009. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 А, подожди. Нет, нет, не выключай. Не выключил? Короче, негритянки спрашивают, откуда у тебя такие красивые коньки? Я говорю, из России. Они говорят, а где это? Я не знаю, как объяснить. Я говорю, ну, восточнее Европы. Все. Все, фото. Фото сделай. Мама меня снимала тогда, я помню. Я даже специально пару раз на камеру упала, что как будто бы я не умею кататься. Ну, конечно, кататься я умею, но иногда забываю как, потому что practice makes perfect. То есть нужна постоянно практика, а я не каталась на коньках, наверное, уже около 10 лет. То есть, когда я приехала в Лондон, у меня была одна возможность попасть на этот же самый каток. Юля, моя подруга, о которой я уже рассказывала, она мне на день рождения подарила поход вот на этот каток в Саммерсет Хаус. То есть, купила онлайн билет и прислала мне как бы в подарок на день рождения. Но, насколько я помню, именно в тот день, в то время зарядил такой проливной дождь. И, ну, я решила, не пойду лучше я на этот каток и не буду кататься. Ну, что под дождем кататься? А другое время никак не перенести было. Так что мой билет сгорел. Но, тем не менее, это вот один из моих любимых катков. В этом году Саммерсет Хаус каток работает с 17 ноября 2021 года до 16 января 2022 года. Стоимость билетов от 11 фунтов стерлингов, то есть в районе 1000 рублей. Еще мне нравится каток в Кеннери Ворф. На нем я тоже один раз каталась с другом, с которым я познакомилась. Тоже еще когда была туристом на Новый год. Мы вместе с мамой 1 января отправились на новогодний карнавал. Об этом я уже тоже рассказывала, если кого интересует, как выглядит новогодний карнавал 1 января в Лондоне, смотрите в этом ролике. И встретили его, потом мы с ним вместе тусовались там в Винтер Вандерленд и потом встретились в Кеннери Ворф, чтобы покататься на коньках. Вот как это было, показываю сейчас. Здравствуй! Вау! Поехали! А что ты вертикально? Да, я еду как ученик. Ладно, не будем калучить. В этом году каток в Кеннери Ворф работает аж до 26 февраля 2022 года. И стоимость билетов для взрослого человека составляет 17 фунтов 95 центов. И туда, по-моему, входит стоимость коньков. А больше-то мне в Лондоне нигде не удалось покататься, потому что когда я была студентом, это было дорого для меня, поэтому я не ходила на катки. Но у меня было огромное количество других развлечений. Я думаю, что вы уже понимаете, если вы постоянный подписчик моего канала, что я была в принципе в каждой бочке затычкой. Я попадала на такое огромное количество мероприятий, что каток мне в принципе был и не нужен. Поэтому коньки были у меня в Лондоне, лежали все 10 лет. Ну, может быть, чуть-чуть пораньше я их увезла обратно домой. Но так и не удалось покататься, пока я была студентом. Но в 2011 году, когда я работала на Main People, у меня было такое задание походить, поснимать новогодний Лондон. И вот я снимала ёлки, про которые тоже уже рассказывала. Как раз вот эту вот ёлку от Тиффани сняла. И помимо этого, эти самые катки. Один каток, я не знаю, существует он сейчас или нет, рядом с Лондон Ай был установлен. И там было очень красиво в вечернее время. Другой каток Winter Wonderland, прямо рядом с вот этой вот беседкой в Гайдпарке. Вокруг неё люди круги наматывали. В этом году каток на рождественской ярмарке в Гайдпарке проходит с 19 ноября по 3 января 2022 года. Стоимость билетов от 10 фунтов 50 центов. Но что мне не нравится на этих катках в Лондоне, что там нельзя кататься, как ты хочешь. Надо только ездить по кругу, как зомби. Поворачивать обратно ехать или какие-то там кульбиты вытворять. Нет, нельзя. Ну а тут в Петербурге я тоже уже давно не каталась. Обычно я ездила в парк с ПКО с подружками. И там уже училась тройные какие-то такие кружочки делать. Я не очень такой профессионал в катании на коньках, но в принципе держаться на льду могу. И стараюсь с каждым разом что-то новенькое себе придумывать и как-то по-новому кататься. Тормозить я разучилась в последнее время, насколько я помню. Но суть не в этом. Суть в том, какие ещё катки есть. Ну и ещё один каток находится в районе трёх музеев. Рядом с Нейчерал Мюзеем там достаточно большой такой каток. Тоже стоит ёлка. И его я тоже ходила снимать, когда и туристом была, и когда снимала репортаж для Мэйн Пипл. Этот каток работает с 22 октября по 16 января 2022 года. Стоимость билетов от 12 фунтов 65 центов. Надеюсь, в это непростое время катки будут открыты в Лондоне и вам удастся получить небольшой заряд рождественского предновогоднего настроения. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.